Воспитание патриотизма через изучение подлинной отечественной истории, через знакомство с биографией и трудами выдающихся служителей Русской Православной Церкви XX века. Две новые экспозиции появились в Самарском епархиальном церковно-историческом музее, которые рассказывают об истории Самарской епархии с 1941 года по настоящее время. Церемонию открытия возглавил глава Самарской митрополии, митрополит Самарский Новокуйбышевский Сергий. Дело воспитания патриотического, прежде всего, то, чтобы историческая память сохранилась в нашем народе. Я думаю, что перспективы мы будем еще больше расширяться, потому что музей востребован и вошел в каталог наших русских музеев. И, конечно, есть уникальные вещи, поэтому, я думаю, это хороший признак того духовного оздоровления нашего молодого поколения. Центральный раздел экспозиции посвящен деятельности РПЦ и Куйбышевской епархии в годы Великой Отечественной войны. Здесь представлены портреты и личные вещи священнослужителей, которые сражались на передовой. А во втором зале воссозданы келья митрополита Иоанна, который возглавлял Самарскую епархию в 60-е и 80-е годы прошлого века. Святой уголок с иконами, перед которыми митрополит молился, книжный шкаф, сделанный своими руками, физгармония, документы, фотографии. Совершенно уникальная вещь – это коврик с изображением сцены посещения Иисусом Христом Марфы и Марии. Это точная копия с картины Семирадского, но написал эту копию родной брат Владыки Иоанна, и поэтому он очень им дорожил. Ну и, конечно, сама обстановка этой кельи уникальна. Он был митрополит, выше только патриарх. И при этом вот такая скромность во всем. Открытие новых залов дает возможность приобщения жителей и гостей Самары подрастающего поколения к подлинной отечественной истории, культуре и традиции, отмечают организаторы. Проект был осуществлен при поддержке Фонда президентских грантов. Посетить музей могут все желающие. Светлана Кудрявцева, Петр Паломеев, События.